Это трехкилометровая зона от речки Анапка. Еще вчера этот участок был полностью очищен от мусора и прогрегирован. А уже сегодня море преподнесло новые сюрпризы. Только за один день шторма на этом отрезке выбросило порядка 16 тонн отходов. Комка, деревья, бытовой мусор, рабочие собирают все вручную. Виктор Дремов работает в объединении курортных услуг, которые занимаются обслуживанием пляжей, уже более двух десятков лет. Рассказывает, что уборка мусора – дело непростое. Здесь есть свои особенности. Такая значительная проблема – это выброс большой, огромной древесины. Объемной, можно сказать, древесины. Ее тяжело, во-первых, убирать, во-вторых, она даже, бывают, такие попадаются неподъемные. А почему мы складируем возле уреза воды? Потому что из опыта, если мусор отодвигать дальше, его заметает песком. А так мы его делаем кучки и сразу технику пускаем, убираем все это. От реки Анапки-Давитезева работает три бригады. Задействовано семь единиц техники. Общая протяженность территории – более 16 километров. В среднем на полную уборку береговой полосы уходит два дня. Но при таком шторме, как сегодня, коммунальщикам приходится каждое утро начинать свою работу сначала. При этом необходимо не только собрать мусор, но и рассортировать его. Дерево, бытовые отходы и морская трава утилизируется по отдельности. А вот на этом участке пляжа вторая бригада коммунальщиков навела порядок утром. Видны свежие следы грейдирования песка. Но у моря свои законы. Морской мусор за короткое время вновь намыло морем туда, где час назад было абсолютно чисто. Зимний-весенний период всегда у нас много мусора. Для нас ничего нового в принципе нет. Проблема просто времени небольшая, потому что вот, допустим, ту же самую древесину, ее нужно на бригаде, ее еще попилить на куски, чтобы мы ее могли сдать на свалку. Потому что, как правило, это все нестандартного размера объекты. Впрочем, штормовая погода и работы коммунальных служб для любителей морского мациона по зимнему пляжу не доставляют хлопот. Одни занимаются спортом, другие просто прогуливаются и дышат воздухом. Люди с пониманием относятся к временным неудобствам. Самое главное для них – это чистое побережье. Уже чище стало. Мы буквально дня три назад гуляли, намного было больше мусора. Видно, что что-то убирается, чистится. Прохаживаюсь я здесь регулярно и чистят регулярно. А качество как оценить? Какие механизмы у них есть, какие возможности, так, наверное, и чистят. А что все время после шторма убирают. Сейчас у коммунальщиков сложный период. По прогнозам, шторм продлится еще несколько дней. Впрочем, службы готовы к неожиданностям. Необходимый запас техники, горючего и запасных частей позволит без особого напряжения ликвидировать все последствия штормовой погоды. Руслан Душевский, Анапа, регион.